здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать сегодня вам покажу как готовить паштет из утки без печени на французский манер они это блюдо называют риет неважно риет или паштет это очень вкусно с кусочком сухари кабатона также этим видео я начинаю серию рецептов блюд из утки которые я опубликую в этом и в следующем месяце в этом видео я вам покажу как ее приготовить как ее законсервировать на наше будущее блюдо в этих блюд из утки мы будем использовать все части утки включая жир кости лапки шейку и так далее друзья приступаем и пожалуйста самого начала не бойтесь если это все выглядит сложно это все очень просто я шаг за шагом все объясню каждое блюдо если какие-то будут у вас вопросы задавайте в комментариях обязательно отвечу начинаем отделяем грудку и срезаем жир по краям у грудки этот жир нам понадобится следующих видео из утиной грудки мы будем готовить два блюда одно холодное типа бастурмы закуска и другое горячее еще не решил какой рецепт может быть с яблоками или с апельсином кожу жир нарезаем такими неглубокими надрезами чтобы нож только вот только доходил до мякоти наискосок очень близко друг другу заворачиваем в пищевую пленку и замораживаем также замораживаем печень сердца я использовал в рецепт вместе с куриными сердцами которые я опубликовал на прошлой неделе разрезаем каркас напополам вдоль потом отрезаем крылышки каждое крылышко разрезаем на половинку ляжки ножки оставляем целыми то есть не разрезаем вот нас должно получиться крылышки и ляжки каркас и шейка все это мы складываем в посуду где мы будем готовить в огнеупорную потому что готовить будем в духовке и добавляем специи лавровый лист цедру лимона апельсина если у вас есть дома утиный жир можно вот это все залить утиным жиром у меня не было так что я залил немножко вином использовал весь жир который я срезал с грудок вот он у меня теперь растопится и этого в принципе будет достаточно чтобы изготовить способом называется конфит по-русски я не знаю как это называется пишите в комментариях пожалуйста паштет из утки или риет как его называют французы приготовлены таким способом может храниться в холодильнике несколько недель вот таким способом в старину во франции да не только я уверен во многих странах мира готовили риетто паштеты и хранили в собственном жире в основном это было со свинины и потом распространилось на другие виды мяса как я уже упоминал для этого проекта я приготовил две утки сразу чтобы сэкономить время да энергию готовим при температуре 140 градусов на вентиляции примерно два с половиной часа потом выключаем духовку и оставляем чтобы остыла прям в духовке она дойдет и будет очень нежная примерно через час пульс после того как вы выключили духовку можно через два это значение не имеют вытаскиваете и мясо будет отделяться очень легко и вот отделяйте прям все мясо которое можно если вы решите делать паштет со всего содержимого сковородки то пожалуйста отделяйте все мясо я одну ножку оставил для следующего рецепта залил ее жиром сейчас покажу и у меня получилось со всего содержимого сковородки минус одна ножка 360 грамм паштета готового паштета три баночки по 120 грамм сейчас увидите процеживаем жир и бульон он кстати очень вкусный очень насыщенный и приступаем к паштету рецепт я указал ориентировочно мешайте пробуйте добавляйте осторожнее с солью потому что утка была соленая когда вы будете это смешивать и пробовать вкус будет один через три дня когда он настоится паштет в холодильнике вкус будет еще лучше вы вот попробуйте сливайте жир для дальнейшего использования добавляйте пару ложек в паштет диджонскую горчицу ну естественно добавляйте этот бульон со сковородки он очень насыщенный и вкусный цедру лимона апельсина это же уже все по вкусу я добавлял оранжевый то есть апельсиновый ликер французский очень вкусно можно добавлять коньяк бренди все это я таким способом вот разделял вилочками можно это все порубить ножом если вы хотите так текстуру более мелкую это уже на ваш вкус я люблю вот такую текстуру где чувствуются кусочки кусочки утиного мяса добавляйте растопленное масло то есть вот сейчас идет процесс эмульсификации и паштет набирает свою форму пробуйте корректируйте соль и распределяйте вот по этим маленьким баночкам или где вы хотите так компактно и украшаем сухим тимьяном лавровым листом цедрой лимона черный перцем вот я украсил перцем тимьяном и лимоном жиром мы заливаем для лучшего хранения не обязательно будет его кушать но с ним очень вкусно закрываем паштет крышечками и в холодильник теперь давайте разберем что мы делаем с оставшимися продуктами вот ножки у меня получилось с двух уточек три ножки у нас осталось я их залил жиром со всех костей я сделал бульон я туда добавил еще пару каркасов курицы которые мне бесплатно дали с этой уткой и бульон получился очень насыщенный я рецепты не буду выставлять так как мы его в эти дни быстро съели делали просто суп с лапшой очень наваристый бульон получается ножки мы заливаем жиром и таким образом они могут храниться очень долго этот паштет я пробовал поздно ночью после работы холодным лучше всего его кушать при комнатной температуре не всегда это возможно на горячий тост намажите будет прекрасно вкус у этого паштета обалденный и текстура очень интересная для таких вот зубастиков не вот например куриный паштет кстати который я сделал очень хороший рецепт совсем другое дело там шелковистая такая текстура он очень мягенький здесь это для зубастиков но в то же время утка очень мягкая дорогие друзья очень надеюсь что этот французский рецепт паштета риета вам понравился увидимся в следующем видео в серии как приготовить утку готовьте задавайте вопросы пишите комментарии и будьте здоровы в следующем видео